Перед стартом участница велопробега Людмила Хрусталёва ещё раз напоминает своей младшей дочке Юле правила поведения на проезжей части. Правила дорожного движения, двигаемся в колонне. Друг друга посмотрите, чтобы вы не потеряли на дистанции. Хорошо? Кто за кем едет? У Людмилы трое детей и все они активно участвуют в различных спортивных мероприятиях. Большой праздник, день нашего флага российского, то есть мы тоже патриоты нашей Родины и хотим, чтобы дети наши знали историю нашей страны и уважали символы государственности. В уже ставшем традиционном заезде, который был посвящен государственному символу страны, приняли участие более 20 жителей деревни Калиновка. Организовали велопробег сотрудники досугого центра юность. Уже третий год подряд к разным мероприятиям, к разным праздникам мы приурачиваем этот велозаезд, ну и в основном, конечно, агитируем на то, чтобы выбирали здоровый образ жизни. Особенно рады спортивному мероприятию были юные велосипедисты, ведь это прекрасная возможность вновь встретиться с друзьями после длинных летних каникул. Мне мама сказала, что будет велозабег, и я приехала, хотела попробовать. Я часто катаюсь на велосипеде, потому что мы днем выезжаем с друзьями, катаемся, а пешком мы редко ходим. Маршрут пролегал от Калиновской школы и далее по живописным улицам деревни. Раньше велосипедисты ездили в соседнее Белеутово, но сейчас из-за ремонта дороги трасса там стала неудобной. В этот раз мы решили, так как давно не встречались уже, год ковидный был, и решили прокатиться именно по нашей деревне, посмотреть окрестности, показать ребятам, которые приехали, кстати, из соседних деревень. У нас здесь есть две девчонки. Показать им, в принципе, красоту нашей деревни, которую мы очень любим. Участники велопробега были сосредоточены и серьезны, ведь все должны двигаться в одной колонии, соблюдать правила безопасности. И хотя заезд не был соревновательным, каждый чувствовал ответственность и азарт. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.